Мнений, как говорится, всегда много, но правильным бывает только одно. А правильным оно одно, знаете, я всегда, когда анализирую что-то, я иду с позиции практики, практицизма, скажем так. Вот, вот это интересно. Об этом подробнее. Мне интересно становится сначала в начале, а потом нас начинается жесткая аналитическая практика. Я вот задаю вопрос. Вот есть кислород, если мы нас закрываем, мы можем жить? Не можем жить. Не можем. Почему? В том дыше? Не, я имею в виду доступ к кислороду, мы прекращаем, если не носом, вообще, прекращаем доступ к кислороду. Он первый жизнедеятельный. Потом я себе задаю вопрос. Если кремний, он второй, представляете, значит, он же не 20-й. 105 элементов или 103. И очень много окислов кремния, различных, которые образуют кристаллы. То есть все вот практически камни, которые имеются там, драгоценные, полудрагоценные, с кристаллической решеткой, это все кремний. Кремний и его окислы. Вот с этой позиции я, Гатя, и приблизился к теме. Пошел просто по значимости. По значимости. Да, вот пошел по значимости. Смотрите, это действительно очень верно. Вот какой самый большой элемент он должен, ну, в организме человека. Допустим, это кислород, да? За кислородом что там идет? По значимости кремний. А, по значимости, да? Мы определяем значимость нашей жизнедеятельности. Что? Имеет первое место, что? Это научно. Это вот открываем и смотрим. Да, это если бы я бы сел и выдумал. Ага. Значит, вот, второе – это кремний. И тогда начались, допустим, то ли исследования ученых, то ли еще. Вот человек, допустим, здоров, да? У него тогда не определяют процент кремния, ну, так вот, ну, грубо говоря, сто процентов кремния, так возьмем, и человек тогда полностью здоров. Как только 80% какие-то недобогания, 60%, там, допустим, паразиты, 40% уже там онкология. Примерно так, да? Возникает когда дисбаланс и постепенно приходит к тому, что пошагово приходит к тому, что организм теряет свою функциональность. Это очень великая вещь, функциональность. Это что на роде называется иммунитет, а мне нравится слово функциональность, когда все функционально работает. Желудок, печень, все в организме функционально. Вот это, в принципе, и есть понятие иммунитета. Как идет дисбаланс, тоже сердечно-сосудистый, она становится деревянной, не откликается на нервную систему, не сужается, не все. И то есть начинается давление, гипертония, и все. Вы же лучше меня это все. Не-не-не-не, мы же беседуем. Слушайте, а там не было таких вот интересных, вот как я говорил, изысканий ученых, что вот, допустим, как я говорил, вот в организме человека должно быть 100% кремния, 100%. Он здоров, мощен, все. Как только уменьшается, ну, примерно, как я говорил, на 20%, закономерно появляется следующее заболевание. Сепочка. Да, он уменьшается, допустим, еще на 20%, закономерно появляются другие. Как только появляется это, то есть вот так она, да, так она и есть, да? А эти данные можно где-то там сослаться? В интернете, значит, даете поисковике, вбиваете кремний в жизнедеятельности человека. Или для жизнедеятельности человека, как рамки будут, для жизнедеятельности человека. Если не лень, источников в море. Вот тут мы возвращаемся к тому, думай и анализируй, анализируй, думай, потому что источников много, много и всякого того, чтобы лучше бы не читать, скажем так. Что идет перенасыщение. Какое перенасыщение? Нынешний наш век, в котором мы нынче живем, если даже у детей 50% это данные Российской Академии Наук. От того, что надо. 50% кремния в организме от того, что надо, да? Почему-то где-то много больных. Российская Академия Наук делала это 50%. Все, что здесь мы произносим, это все есть, можно этим ознакомиться. То есть, вот обычно они говорили, как бы сказать, нас настроили ученые мужи на следующее. Должны быть жиры, белки, углеводы, вот это вот, витамины там. А вот, что касается, значит, минеральных веществ, и в частности кремния, как-то об этом несколько было так это замалчено. А тем более о соотношении, чтобы все, то есть все усваивается, все эти микроэлементы, при идеальном соотношении в продуктах питания. И они же должны быть еще и биологически, чтобы организм мог их усвоить. То есть, больше из пищи ниже ли спичка. Всегда можно вогнать что угодно. Вопрос состоит, а усвоится ли это? А потом удивляется, почему столько много толстых, а потому что оно ушло куда? Не туда. Я вот такой пример привожу. Вот, смотрите, допустим, у нас, как говорится, вот калориметерическая там, ну, будем говорить, оценка продукта. Вот мы берем яблоко. Яблоко мы съели там, ну, там какое-то количество калорий. Да. А теперь, смотрите, мы это яблоко можем положить в печку, которая обжигает там специально. Она ее превращает, будем говорить, обугливает в уголь. Те же калории остаются. Но можем ли мы съесть уже такое яблоко? И усвоится ли оно у нас? Вопрос. Вы знаете, к чему я пришел? Все-таки годы, все-таки, скажем так, и образование мое позволяет общаться мне. Читаю много. Я пришел к тому, что вообще все равно, что ты ешь. Потому что если организм готов к бою, он и это переварит, извините, лишнее выкинет, да, ему будет тяжело. Я согласен, будет тяжело. Но, насколько мы будем, понимаете, это четко понимать, настолько лучше всему нашему российскому сообществу. Бытие наше такое, извините, Геннадий. Бытие наше такое. Продукты не очень, экология не очень. Это факты, трудно с чем спорить. Но, если будет баланс кремния, все это намного легче переживется. Хорошо, Тигран, теперь вот практически твои рекомендации, как пополнять баланс кремния в организме. Практически мои рекомендации... Ну, не живот, а не что? Практически рекомендации. Значит, во-первых, если человеку это все интересно, немножко ознакомиться в интернете, посмотреть те же продукты, хотя бы и с них начать. С чего-то всегда нужно начинать. Потому что есть мышление, мысль такая, что раз уж сказал, а вот здесь мы сказали, а естественно, следом за нами кто-то уже пойдет. Я немножечко занимался этой проблемой. И сейчас хочу сказать, что значит кремния много в болгарском перце. Далее, значит, вот это в траве спорыш. Хвощ. Хвощ полевой. Потом, возможно, аналогичная трава спорыш. Там тоже можно посмотреть. Посмотреть надо, да. Вот, они как-то обе хорошо воздействуют. Первый идет неочищенный рис. И первый идет неочищенный рис. Вот именно неочищенный. Рис сейчас очищенный, то где его брать? То есть это нешлифованный должен быть рис, в котором имеется вот эти вот оболочка. Еще все-таки я останавливаюсь на том, что вот этот кремний, да почему бы и нет, делать настолько из воды, как раньше делали, в воду кидали, ну, в воду обычно, и потом эту воду пили. Так, в воду кидали. Терсик. Это, я так понимаю, пронували, допустим, песок. Нет, нет, есть в природе кристаллы кремния. Они как это самое, как такие. А, ну, опять же. Кварца. Это кремний, и он продается, если порода такая силицевым. Ну, это кварц. Одно время, у многих я видел при Советском Союзе, это было очень популярное действие, скажем так. Вода никогда не портилась, скажем так, и хуже бы точно не стало. Ну, вот смотри, вот кремний, насколько я так понимаю, посмотрю потом еще. Это вот кварц, кварцевый песок. Почему в пустыне там столько этого кварца, это же как раз с силицием этот, там. То есть можно промыть песочек, хорошенько промыть, обеззоразить, и на песке на этом наставить водичку. Можно, естественно, кристаллы кварца найти, положить, там продаются или найти его. И так же настаивать водичку. Да, хотя бы на житейско-бытийском уровне, житейско-бытийском уровне, обратить на это внимание. В нашей беседе, она, знаете, как я думаю, мои мысли такие, что если суждено будет продолжение этой беседы, то она будет. Если она сойдет на нет, как говорится, на нет, и сюда нет. Попробуй, хороший персик. Да. Надо спросить, это его персик или он... Да, вот она, чем я удивил, я же говорю, вот, человечище, век живи, век учись. Я потом засниму. Да, об этом и речь, скажем так. А вот вернемся, давай, извини, к псориазу. Удавалось ли его тебе, может быть, там, излечить, поворотить? Были ли случаи в твоей практике? Да. Что, когда это? Элементарно. Расскажите, пожалуйста. Это делается, скажем так, очень просто и элементарно, потому что за эти годы я не только хвощем занимался, и не очищенным рисом, потому что маловато сильно в нем кремния будет, однозначно. Это как бы популярные советы мы даем, не лечебного, а диагностического, профилактического характера, чтобы было насыщение тем же кремнием. Естественно, нужно это лекарство. Лекарство за эти годы отработано, и схема его работы заключается банально простая. В нем количество 27%, скажем так, кремния и других микроэлементов, которые созданы. Я очень хорошо владею наукой фармакологией, и очень с пониманием отношусь к этому, Геннадий Петрович, не как бы вот давайте попробуем того насыпем, давайте того попробуем, а что с этого получится, и прочее, прочее. Юля, это твои персики? Ну вот же, остались там. Да, тоже. Да, тоже, е-м-м-м, вкусно же. Да что вы, разве слово такое вкусное? Ну, неправда, видишь, ветер вот этот вот, шибает, не все испевают. Так, сделал, есть лекарство, да, которое, именно, это твоя разработка? Да, есть разработка, это очень легко доказуемо, это есть люди, которые они всегда могут подтвердить. Голословность, это очень самая противная черта многих и многих. Когда что-то ты делаешь, ты должен как-то все равно доказать, а доказать можно только практикой, слова-слова, я знал много красивых слов, а заключается в том, что, допустим, внутрь употребляет чайную ложку этого состава, состав особо чистых веществ, комбинационно собранный и понятый мной, по крайней мере, и постепенно он начал применяться, годы назад. Постепенно дорабатывался и пришло к тому, что этот больной псориазом, через несколько дней у него все сошло. Это есть люди, которым можно, допустим... Псориаз, это что такое? Да. Псориаз на коже, такие шелушения неприятные. А-а. Белое такое. Ну, такое? Нет, это, как называется, а... Витилиго. Витилиго. Это несколько иное. Вот такие дела. Да, дело не в этом, Геннадий Петрович. Я хочу, извините, все-таки, заострить ваше внимание. Хорошо, давай, давай. Я хочу, чтобы вы просто заострите, вот, чтобы это, как говорится, вы приняли. Да какая разница, как называется болезнь? Какая разница, куда ушел дисбаланс? Псориаз ушел дисбаланс. Или сердечно-сосудистая потеряла свою упругость и эластичность, и отсюда пошли давления и прочее, прочее. Онкология, или еще что угодно. Да какая разница? Ну, пишешь же, наука, понимаете, официальная. Эти люди просто не дали этому хода, скажем так. Попробуйте, чтобы пополнить баланс, и все. Заострили все по отделам, как бизнес. Это почки лечим, это лечим сердце, вот, в этом институте лечим. А только лечим. Лечим, 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 вопрос, если мы там все хорошо лечим. Ну, не вылечим. Ну, почему, да, не смогли вылечить моего того сына, почему не смогли вылечить? А я был во всем этом. Почему не могли, почему столько, извините меня, 150 тысяч в год смерти? Это официальная. А это каких заболеваний, или вообще? Да и вообще, какая разница, от чего они там... Ну, все равно, они факт, что большинство из них есть заболеваний, не все же в автомобильной катастрофе. Ну, да. Это Голикова, госпожа Голикова. Это официальные ее данные, поэтому она публикуется. Все публикуется, о чем и возвращайся. Статистика. Да, статистика. Поэтому, Геннадий Петрович, дорогой мой, дисбаланс и пошло. Кому как повезет. Вот у одного откажут это, у другого это, третьему такой подарок будет. Особенно дети, есть и такая практика. Детки, малолетние, друзья идут, как говорится, доверяют мне, скажем так. Постоянно болеют, постоянно болели, болели. Семи и девяти лет. Одна заболеет вирусными. Вирусными, и отсюда неделями посещения аптеки и прочее, прочее. Чуть выздоровеет, антибиотиков бездному ребенку напихают. Сердечно-сосудистую, все так за нее переживают. Антибиотиками и лечат. Которые делают сердечно-сосудистую систему деревянной. Деревянной. Понимаете, она не откликается. Приняв лекарство, второй год, дети не болеют вообще ничем. Это люди, к которым можно пойти. Слушай, Чигран, вот смотри, они должны тогда постоянно принимать этот состав? Нет, если детки, допустим, они пополнили, на каком-то промежутке времени, допустим, ну там баночка 50 миллиграмм. То есть хватает? Говоря, да, каждая из них съела по 50 миллиграмм этого лекарства, запустила, как это модное слово, перезагрузка. Они как бы перезагрузили организм, а потом, если им имеет свойство, организм, своей самодисциплине возвращаться к своим истокам. Понимаете, как бы вернули его обратно, и он перезапустили, и он пошел по новой. Не нужно этого лекарства. Каждый неделю... Начинает лучше работать. Да, Тигран, приходи, покупай, примерно, чтобы он там... Понимаете? Слушай, я у тебя это... А вот взрослые... Хочу тоже приобрести это. А вот взрослые, это совершенно, извините меня, другая. Особенно, которые уже болеют хронически долго, и тут уже одной баночкой уж извините. Лично я, мы, моей семье, значит, моей семье это я ежедневно принимаю по ложечке. Почему? Потому что чувствовать себя превосходно. Чувствовать себя готовым к жизнедеятельности. Это превосходная штука, согласитесь. А вот это превосходство как бы выражается в том, что у тебя энергетика есть, да? Да. У меня есть энергетика, у меня есть выносливость, силы. Мне все равно, я ем что хочу, я не слежу ни за диетой, мне неинтересны эти сосиски, кто сделал. Ну да, да, да. Понимаете, чтобы, ой, это нездоровая еда. Если организм здоровый, он все переварит, да? Да, нездоровая еда. Я всегда смеюсь, что, ну, кушает все, жена, дочка, внук, внуку 7 лет. И многие-многие пациенты, скажем так. А? Как персик? Лучше, чем покупать. Персик фантастический, знаете. То есть, в этом... А персик есть? Ну, должны быть какие-то... Кладезь микроэлементов во всем. Во всем. Во всем. Вы понимаете, просто самый лучший доктор, это сам организм. Можно спросить? Ну, вот будут употреблять, да, вот, кремнии, лекарства. А у всех он усваивается. Есть же организмы, которые это не усваивают. Кремнии? Да. Ну, как бы все любые люди есть. У них усваивается, у других не усваивается что-то, пища. То же самое может быть. Сто процентно. У всех? Это говорит официальная наука. Да не может такого. Ну, почитай. Официальная наука никогда не говорит такое, что у всех все усваивается. Сто процентная кремния усваивается. Сто процентная кремния усваивается, да. Покажите, где это, где это, где конкретно. Не вот это вот там, конкретно, где вы читали. На учебных разработках? Нет, конкретно. Вот понимаете, вы будете, вот оппонент я такой. Вот я спрашиваю, вас конкретно скажите, где это? Вот я себе говорю, глава такая-то, стих такой-то, это такой-то. Проверьте, да. А не вот это там, везде сказано. А у вас есть информация? Если бы они были специальные сообщения, люди ленивые, очень ленивые. Если вы хотите, чтобы продвижалась ваша, вы ему должны сказать, это, статья такая-то, было такого-то, такого-то, можете проверить. А вот это, пойдите в интернете, там брехни в интернете столько, поэтому извините. Конкретно надо. Где сказано? Я, например, четко знаю. Не всем все помогает. Не бывает такого. Если бы это все было, сейчас бы эти таблетки. Давайте любого врача спросим, пенициллин всем помогает? Ну, скажите, всем помогает? Нет. Нет. Антибиотики всем помогают? Нет. Не всем. Разговор мы не идем, а то, что помогает или не помогает. Так это для чего применять, если человек это не помогает? Как узнать, поможет это или не поможет? Тут смысловые разговоры. Не поможет, поможет. Это о пенициллине можно говорить, поможет, не поможет. О кальции можно спросить. Не-не-не, пацаны, тут он немножечко не то спросил, немножечко не то ответил. Тут значит примерно следующее, что в организме человека должно быть, вот как я говорил, ну, примерно 100% кремния. Если этого кремния меньше становится, то закономерно начинают возникать те или иные заболевания. И когда мы поднимаем вот это вот кремний... Ну не у всех же может кремний этот усваиваться, никогда у него не будет 100%. Согласен, согласен. И он не будет болеть. Согласен, это связано, я думаю, с тем, что уже с особенностями, насколько поражен желудочно-кишечный тракт. То есть у нормального человека должно все нормально усваиваться. В дереве живут кремниевские условия, не везде же, в Ростовском, скажу себе, в Ростовском край так, чего-то, ну как. Не-не, ну как, пустыни у моей жили, но некоторые умирали, некоторые жили. Вот именно, понимаете, вот хорошо и получается. Все очень четко и получается, что очень просто, информативно и не донесешь. Бесполезно. Хоть, скажите, глава такая, хоть глава и такая. Все равно. Тут схема очень банально простая. Как без кислорода не можем жить, так без этого. Его не можешь... Ну вот я, например, не знал до этого дня, что если на кремне я жил и нормально живу. Никто о нем не знал. А можете пойти сдать и анализы 300-400 рублей стоит. Ага. Слушай. Ну я живу нормально. Слушай, а... Все, сейчас подождем. А вот анализ мы сдаем, это анализ крови, который исследуют на наличие микроэлементного. Да, да. 300-400 рублей, пожалуйста. Есть, опять же, что уже интернет. Ну я сдавал, надо посмотреть. Я посмотрю. Там есть характеристики, что, допустим, человек должен 20, примерно, миллиграмм в день потреблять того же кремния. Он потребляет в день 3-4. А кто это сказал, что он... Ну люди выясняют, вычисляют на больных, проходят это самое. Да вы знаете, сколько есть ошибается и потом опровергается. Да вот тогда скажите, как может тогда быть тоже псориазник за 3-4 дня. Как он может... Все псориазники вылечиваются. Да при чем тут все? Не, подождите. Подождите. На одном, допустим, идет. На втором. Я просто занимаюсь этим сам. И я знаю, всем все не помогает. Если бы все всем помогало... А давайте докажем. Давайте. Доказывайте. Это же вам надо. Не, мне зачем. Ну вы примеры привели. У меня и так все хорошо. Зачем я догадываю? Нет, вы говорите, это практически доказано. Сколько человек... Вы взяли 100 человек и 100 человек вылечилось. Или сколько человек? Судя мои, мы не обсуждаем бизнес-проект. Нет. Мы тут просто говорим. Обсуждаем информационное поле моей информации. Все. Я... Вы говорите, вот вылечили псоря. Сколько человек было? Десять человек из десяти. Что, что? Это так быстро произошло. Слушка, я 20 лет молюсь. И за 20 лет, за 20 лет исцелялись. Но не все. Сифилис. Спида только не было. Рак. Туберкулез. Но не все же ведь. Я еще раз говорю. Не все вылечивались. Если бы все... У меня очередь стояла. И я прескуран повесил бы. И говорил. Это стоит столько, столько, столько. Но это же не так. Еще человек сам как настроиться. Даже принимает от кремний. Даже я вам скажу больше. Если человек может настроиться, его что-то уводит. Потому что в любом случае его судьба уже прописана. Однозначно. Пойдем сейчас с кого-нибудь грохнем и посмотрим. Сейчас у нас изменится судьба или нет. Пойдем? Нет. У больного. Так это же подожди. Человек может избавиться. Если он выздоравливает на глазах. Он же больной. И не продолжает лечение. Перестанет, может врать, обижаться, завидовать и выздоровею. Фу, как нет. Мы как знаете. Всем хорошая беседа. Мы как вот... Ну я вопросы задаю. Мне же интересно. Не ж. А другие тоже задают. Тут уже я участвую на форумах. Там вопросу говорят. Все станешь дыбом. Ну ты конкретно что-то. Понимаешь, если ты хочешь, чтобы оно продвигалось, ты должен говорить вот четко. У меня вот это. Вот если на вы... Силка говорит, это так, это так, это так. Я сам попробовал. Вот он пишет. Я знаю. Он пробовал. Вот люди приходили. Вот результат. Вот фамилия. Вот адрес. Пожалуйста, спрашивай. Я объясню. Можно я объясню? Да, пожалуйста. У меня нету цели такого глубочайшего продвижения. Объясняюсь. Потому что это так. Потому что это так. Если... То меня очень быстро физически будет убирать. Потому что это рабочая схема. Это элементарно банальная. Потому что мироздание не могло вот это, понимаете, усложнить до такой степени. Ну, это нужно было понять. Ну, понятно же. Ну, вот на этих... Ну, как же они повылечились? Онкологические эти, эти, эти. Ну, как дети? Ну, как? Ну, как? То есть, сейчас, сейчас... Я не за это говорю. Да, вы лечились. Ну, какой процент? Я же за это у тебя спрашиваю. Сколько человек было? Ну, опять же, если у меня хроническая, извините, уже есть понятие вот моего сына необратимых процессов. Я, Геннадий Петрович, что можно сделать с необратимыми процессами? Только молиться, как вы говорите. Можно. Да, видите, оказывается. Вот они ходят и молятся, жена и он, и каждый день. Ну, понимаете, ходить, молиться, я просто за 20 лет знаю, как ходят, молятся. Ходят и ждут, да, но себя, а покаяние это переводится, как изменить себя. Я себя, я не меняю себя. А хожу, в церковь хожу, крестик ношу, лбом бьюсь, но ничего не меняю. То есть, как жил, так и жил. Скажи, что-нибудь изменится? Конечно, нет. Конечно, нет. Человек должен хоть что-то захотеть хотя бы. Стать лучше, добрее, искренне. Все захотеть надо. Вот, Геннадий Павлович, мне пример приводил. Начал просто слова хорошие говорить. Просто, вот, говорите, 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 говорите. Количество перешло в качество. И пошли стихи сами, сами. Один разорвался, и все ушло. Один раз. И все, хоп, и закрыли. Так и здесь. Пусть придет твой сын. Ты же рядом тут живешь где-то. Пусть жена придет сыну. Ничего ж не стоит. Пусть придет. Там и вдвоем придете. Приходите. Нет. Ребенку сколько лет? Да, ребенку там уже 33 года. Подожди. Ребенок состоит из папы, из мамы. Многие дети, я просто практика уже за 20 с лишним лет, всегда говорю, ребенок состоит из папы, из мамы. Если папа с мамой, да, на людях, сельвупле, ой, петенька, маленькая, все, да. А внутри папа живет своей жизнью, мама своей жизнью живет. То есть, да, мы вот семья, но ты знаешь, ты не лезь ко мне, а я не лезу к тебе. Эти дети в основном и болеют. Есть наоборот дети. У меня внук, у меня внук больный. Я всего-навсего говорю, дочка обижалась на свекра и свекруху. Очень сильно. А я говорю, ребенок состоит тоже, там же муж, а муж состоит из папы, из мамы, свекра и свекруха. И вот это разделение, как раз ребенок, как только он сделает, все, ребенок будет вылечиваться. Но это надо делать. Это мы, как бы, эта тема знакомая, скажем так. Но одновременно, когда, о чем вы говорите, я чудесно понимаю, одновременно, когда тоннами попили от медицины, извините меня, сильнодействующее лекарство. За 40 дней можно любой организм почистить. Вот вам, пожалуйста, скажите. Любой организм чистится от лекарств. Самоочищение. Что не получается. Мне наркомана приводили. Понимаете, я даже, ну, сам удивлялся. Он не может понять, его не крутит, ничего. Но лекарствами у меня в комнате. Вот я думаю, ну как? На одном уровне все повытаскивали у него. Ну, не я же. Все вытащили через него. Когда человек голодает, помнишь, сразу начинается из нас выходить сколько? Какие запахи из нас идут? Очищаемся же. Значит, это можно очистить. Есть желание, пусть приходите. Но ты ей скажи, царство небесное усилием берется. Это усилие надо. А ходить, ты знаешь, сколько приходит? И все хотят чудо. Все хотят ничего не менять, деньги дать. Чудесами проблемы. Так не бывает. Как же кремль всем поможет? Не всем она помогает. А всем она не может помочь. Я же вам рассказываю. Вот вы послушайте, не мою историю, а историю моего больного до конца. Она не может всем помочь. В плане, она бы начала помогать. Его начали употреблять. Рак, желудка. Все. Какими-то путями выходит, как я вот с вами познакомился, так и вот вышли на меня. Начинаем принимать это лекарство. Постепенно становится лучше. В течение второй недели он уже выезжает, человек пошел на охоту. Когда это было? Сидел уже, собирался умирать вроде бы. По секрету, меня на ушко сказал, я уже к жене захожу в гости. Давно это забытая история, потому что потенции никакой не было. Какая потенция? А теперь, которая вам не понравилась, эта история про судьбу. Приезжают родственники и говорят прямым текстом. Вы что, вот этому верите, что ли? Это просто я, мне рассказывают, очень тесные у нас, ну, тут все тесно, Геннадий Петрович. Да, вся информация, ну, как вот, она вот налетает. Вы что, этому верите, что ли? Быстренько, в Москву, клинику такую-то там, разызвестную. А то же, что это такое? Никто не спрашивает. Милый человек, а как ты так хорошо уже выглядишь? Ты смотри, уже ходящий, а куда он поехал? Поехал на охоту. А как так? Никто не спрашивает. К клинику едем, едут в клинику. Поэтому, ну, естественно, там, делают ему химиотерапию, какую-то двухчасовую, вообще мощнейшую. Сосуды, о чем я и говорил, деревянные-придеревянные, одни отрываются, и приезжают на обратно, только вперед ногами. Вот вы судите, всем дано. Как она всем дано? Нельзя много химию делать, там сосуды правят. Вот вам и всем дано, не дано. Остался бы, остался бы на пути применения лекарства, я вам расскажу, это вариант А был бы. До сих пор бы, наверное, ходил бы, скорее всего. Не могу сказать, что все вышли. Но же скажу на эту тему. Ну, вам же могут потом сказать, что, ну, да, это может случайность, может врачи ошиблись. Не знаю, что они там говорят. Ну, я просто знаю, как они говорят. Я на данном этапе ничего не отслеживаю. Да это было случалось, но ошиблись. Не, ничего не интересно, честно говоря. Мне стало интересно, как бы своего сына вытащить. Потому что, битва за урожай, она всегда отличалась. Что у сына? Была эпилепсия, трех-четырех лет. Банальная там, часто у меня такие преды были, дети вон ходят, даже никаких приступов нет. Если не идти по пути медицины, скажем так. Но мы пошли по пути медицины. Были деньги у нас в семье. Самые лучшие клиники. И пошло и поехало. Самые лучшие клиники, 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 клиники. Обошли все это. Все. Сожрали, съели, все, что дали. Даже лекарства только по рецепту. Поставь мысленно вот здесь вот сына. Мысленно поставил. Поставил. А жена вот здесь стоит. Поставил. И рассказывал. Пусть. Вот и рассказывал. Хорошо. Вот и пришло время постепенное. Дверь реанимации уже, сынок мой, поплывал уже последний. Я думал, все уже. Я же прямо в реанимации стоял. Я тут дверь вот так, ее дверь вот. Целовал ее вот так руками. Все как на сумасшедшего смотрели. Я своей энергией держал его. Сынок, не уходи. Держись, не уходи. Вот пришло время. Что делать? И постепенно начал вникать в эти истории. Вы думаете, с чего я приперся в эту народную медицину? Нужна она у меня была стильная. Я изобретатель. Мне интересно. Вон у меня изобретение есть. Двигатель там присадочки. Бензин присадочки. Соображаю, скажем так. Ну и так далее. Много интересного. Пришел и пошагово зашел в эту народную медицину. На радость, не на радость, не знаю. В надежде, что что-то это самое. И вот у меня на данном этапе везде все получается, а на этом не получается. Не могу я ничего сделать. Он, кажется, честен во всем, и в словах, и в действиях своих. И вот сейчас на данном этапе два дня более-менее ходячего. Он с Геннадьем Петровичем видел. Ну, такой ходячего. Два дня вообще лежит. Ну, он сейчас на коленях стоит у тебя. Стоит на коленях. Он не стоит. Он на коленях стоит. А жена гордая или полная у тебя? Как ты считаешь? Гордая или полная? Да я даже не знаю, что это говорит. Ну, как ты вот сам. Вот выбери одно из двух. Гордая или она у тебя полная? Как ты рассуждаешь? Полная что? Ну, в объеме она. Полная у тебя. Да нет, не полная. Тогда гордая. А гордая? Причем гордая и полная. Ты должен выбрать между этими? Ну, ладно. Что рассказывать? Я тебе просто задал вопрос. Там есть... Или то, или то выберешь. Она... А, то и то выбрать. Чего ты сам выберешь? Как ты считаешь? Полная? Да. Знаете, что такое? Полная это человек, когда раздувает себя. Есть люди на энергетическом плане. Водянка, вот говорят. Водянка. Водянка физически, я не знаю, что это такое. А она энергетится будет, когда человек себя раздувает. Он думает, что он значимость там свою увеличивает. И вот там выбрать надо. Или гордый, или полный. Полный идиот. А? Полный... Не, не, не. Почему? Вот что? Человек... Ну... Значимость свою увеличивает, он не то, что имеется на самом деле. А человек себе вот... Ну, человек может и ошибаться, что значимость увеличивает. Не, не, не. Я... Ты это не... Что ты полез туда в дебру? Я сам это не знаю. Мне задали вопрос, а я тебе задал вопрос. Ага. А там все это... Оно срастется. Дай, как мозаика сейчас на счет. Туда, сюда. Что-то, что он на коленях к тебе припал, к твоей ноге. На коленях стоит и припал к твоей ноге. А мать там стоит, не к матери повернулся. Скорее всего, так. Он не к матери повернулся, а к тебе. Понимаете, есть случаи... Говорят, вот я люблю ребенка, там... Физически можно говорить. А что там в душе у людей? Какие люди живут и думают, блин... Ничего хорошего там нету. Вот. Понимаешь? Если... Будешь пить. Налаживать... Налаживать. Энергетические сверки. Я за виду отнесу. Да я еще и посорву. Что вы так несли? Понравилось? Эх... Весики. Посмотрим. Я думаю, припал... Астон, наверное, припал сын к тебе. Ну, это... Ты его и держишь здесь. То есть, больше твоя энергетика его... Да, однозначно. Держит. Мне же нематерина. И моя энергия, я же говорю... Ну что, без тебя он, возможно, и ушел бы уже. Да давно. Если бы не это же, опять же, кремния. Если бы он ежедневно не употреблял бы... Все, и вот... Он ежедневно бился. Теперь хоть перерывы какие-то, передышки пошли. Слушай, ну ты это самое, как-нибудь мне вот это лекарство все передай. Да оно на машине есть. Чего передавать? А, ну... Сколько надо там я. Да ничего, Геннадь. Ну, тогда это... Да, я пробовал лекарство. Ну, вот видите, как хорошо мы пришли сюда. Ха-ха. Персиков поедим. Так. Ну что, давайте это самое. Нашу беседу мы завершенно считаем. Или как? Финишем. Обращаемся. И что мы должны сделать? Как вы думаете? У нас тут немножко хаотическая пошла беседа. Ну что, ну что, оно иногда даже полезнее. Иногда начинаешь с одного, а выходишь на это. Не, ничего. Значит, слушай, как бы сказать, не открывая секрета вот этого своего лекарства, ты берешь этот кремний там вот просто откуда-то. Я покупаю кремний американский продукт, особо чистые вещества. А-а. Петрович, ну как оцени. В Москве покупаем мы этот кремний. Он должен быть именно, понимаете, фармацевтический, скажем так. Именно, и он есть понятие активный и неактивный. Нужно знать их комбинационность, как их смешать. Потому что если... И смешиваешь с какими-то как-то же присадками, да, еще там. Да, есть это самые другие характеристики, скажем так, как... Молодец. Ясчел нужный. Завтра на тренировку. Хорошо. И получилось лекарство, которое на сегодняшний день, оно неизменное, не меняется. Чай еще делать будете? Нет, спасибо, уже отличный чай. Ну, все-таки, я скажу вам спасибо еще раз за предоставленную возможность. Спасибо вам. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!